Здравствуйте! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня я поделюсь с вами рецептом вкуснейшей, ароматной пиццы. Начинка у этой пиццы может быть любой. Я предлагаю начинку сделать из курицы, колбасы и грибов. Вот я отрезала кусочек. И теперь вот демонстрирую вам. Она еще такая горячая. Посмотрите, какая она получается замечательная. Сытная, вкусная. Вот немножечко я уже надъела, потому что ну просто невозможно удержаться. Тесто получается таким воздушным, ароматным, вкусным. Вот смотрите, какое оно замечательное. Ммм, просто супер. Вот такой вот сыр. Все я трогаю руками, потому что мое буду есть. Вот смотрите, какая красота. Если вам интересно, как ее готовить, идемте со мной. Для теста нам потребуются следующие ингредиенты. Молоко 200 мл. Одно яйцо. Дрожжи 10 граммов. Соль 4 грамма. Сахар 2 столовые ложки. И мука 460 граммов. В миску вливаем молоко. Молоко должно быть достаточно теплое. Температура молока примерно 40 градусов. Вбиваем сюда одно яйцо. Разбалтываем вилочкой или венчиком. Теперь добавляем сюда дрожжи. Соль. И сахар. Все хорошо расколачиваем. И теперь постепенно вводим муку, просеивая ее через сито. Теперь приступаем к замесу теста. Чтобы тесто не липло к ручкам, смачиваем их немного растительным маслом. Продолжаем вымешивать тесто на уже ровной поверхности, обсыпанной мукой. Обратите внимание, что тесто должно быть таким вот мягким. И даже немножечко липнуть к рукам. Чтобы оно не получилось слишком забитым. И пицца в итоге получилась нежной, такой воздушной, мягенькой. Вот. Все. Достаточно. Вот такое вот готовое у нас тесто для пиццы. В чистую миску капаем немножко растительного масла. Смазываем ее хорошо вот так, вот дно и бока. И выкладываем сюда тесто. Теперь накрываем тесто пищевой промкой, чтобы оно не заветривалось. И оставляем. Пока займемся приготовлением нашего соуса и начинки. Так, для соуса нам потребуется томатный сок 250 мл. Луковица, сахар 1,5 столовые ложки, соль пол чайной ложки, растительное масло 1 столовая ложка, черный перец по вкусу, орегано 1 чайная ложка и сушеный базилик 1 чайная ложка. Я решила поделиться, как я использую баночки от детского питания. Баночек скопилось у нас очень много, выбросить было жаль и вот я нашла им такое применение. Храню теперь в них специи и разные сушеные травы. Так что, если у вас есть такие баночки, не выбрасывайте, вот можно их так использовать. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на растительном масле до прозрачности. Теперь вливаем сюда томатный сок. Добавляем сахар, соль, сушеный орегано, сушеный базилик и немного черного молотого перца. Перемешиваем и ждем, пока испарится из томатного сока лишняя влага и соус наш загустеет. Томимся на медленном огне. Вот такой вот соус должен получиться по своей структуре. Не слишком густой, не слишком жидкий. Достаточно по времени, он у меня готовился 15 минут. Для начинки берем грибы. В свежем виде у меня было 400 грамм, вот я их обжарила. На растительном масле. Без соли и перца. Солить и перчить я их буду сейчас. Вареная курица. Разбираем ее на такие вот волокна. При варке мяса также не следует солить. Солим уже непосредственно перед добавлением в пиццу. Вот такая вот колбаска. Здесь по весу граммов 150. И твердый сыр 400 граммов. Вот я его натерла. Еще берем майонеза 100 граммов и кетчуп 100 граммов. Грибы и мясо солим и перчим по вкусу. И так вот такое вот тесто у нас для пиццы получается. Смотрите, как оно прекрасно подошло. Увеличилось в три раза. Снимаю пленочку. Руки смачиваем растительным маслом. И обминаем. Так, берем форму для выпечки и смазываем ее растительным или сливочным маслом. Форма у меня диаметром 36 сантиметров. Вкладываем в форму тесто, немного раскатанное. И теперь вот можем его вот так вот разминать руками, разравнивая по всей форме. Выливаем сверху на тесто наш соус. Распределяем его по тесту. Теперь выкладываем сюда грибочки. Следом к грибам выкладываем мясо курицы. Смазываем теперь все майонезом. Выкладываем кусочки колбаски. Теперь поливаем кетчупом немного. И засыпаем всю эту красоту тертым твердым сыром. Ой, какая красота! И должно получиться просто объедение. Ну вот и все. Теперь отправляем нашу пиццу в разогретую до 200 градусов духовку выпекаться на 20-25 минут. Ну вот, пицца у меня готова. Вот такая вот красота неимоверная получается. И вот пока она еще горячая, я ее посыпаю зеленью петрушки. Петрушка у меня замороженная, своя. Вот такая вот вкуснятина у нас с вами получилась. Приятного аппетита! Спасибо большое, что готовите со мной, смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал, жмите на звоночек, дабы не пропустить новые видео. И до новых встреч!